Этап переноса инженерных коммуникаций на одном из оживленных участков города подходит к концу. Сейчас специалистам остается переустроить лишь камеру системы ливневой канализации, а это значит, что движение на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской стало свободнее. С самого утра специалисты были заняты подготовкой дорожного полотна и ограждений для стройплощадки, и уже в обед транспорт вовсю колесил по обновленному маршруту. С открытием движения по улице Полевой теперь можно проехать вверх к проспекту Ленина по двум полосам. С крайней правой можно повернуть на Самарскую, а с этой улицы также доступен поворот направо в сторону проспекта Ленина. Как уже ранее отмечали сотрудники профильного департамента, временные ограничения в связи с метростроем не вызвали транспортного коллапса. Все благодаря предварительной основательной подготовке. Заблаговременно были отработаны пути объезда, изменена организация движения, установлены дополнительные знаки, новые светофоры, в том числе Новосадовый поворот предусмотрели. Но теперь этот перекресток проехать будет еще проще, и я думаю, что все автолюбители это оценят уже сегодня. Напомним, что ранее, минувшей осенью, движение на пересечении улиц ограничили. Это вынужденная мера, так как метростроевцам необходимо было подготовить участок к разработке котлована, но перед этим к переустройству инженерных коммуникаций. За время ограничений на перекрестке большинство жителей не испытали особых проблем с передвижением, как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Цель – оправдывать средства по ее достижению. Главное, чтобы строительство метро активно продолжалось. Метро – это вообще супер. Я считаю, что это очень удобно, потому что быстро, без пробок. И я, конечно, с удовольствием за расширение метро. Это класс. Власти и строители подчеркивают, что минимизация неудобств для горожан остается одним из приоритетных направлений. С возобновлением движения на перекрестке станет легче, отмечают самарсы. Я думаю, что будет удобнее. Когда делают что-то, они же улучшают. Конечно, наладится. Они уже открыли хотя бы вот такое движение. Уже хорошо. Я думаю, что все будет нормально. На перекрестке возобновилось движение и общественного транспорта. Актуальные маршруты вы видите на экране. Их также можно посмотреть на сайте городской администрации. Представитель департамента транспорта рассказал, что специалисты продолжат внимательно следить за ситуацией на этом перекрестке, где в том числе восстановили работу пешеходных светофоров. Также в ближайшей перспективе подрядчик планирует привести в порядок и площадку возле ресторана быстрого питания, тротуар, газон и часть парковочного пространства. Строительство метрополитена идет круглосуточно. В будущем с вводом театральной в эксплуатацию, со строительством нового оборотного тупика, появится возможность пускать электропоезда одновременно по двум направлениям. А пока от Алабинской до Российской составы ходят по однопутной трассе. Вместе с тем, после завершения строительства первой ветки Самарского метро, уменьшится интервал движения поездов до 6-8 минут, отметили специалисты муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok